Несмотря на то, что нету никакой презентации, да, нету никаких конкретных картинок, так как мы все с вами не так давно знакомы, несмотря на то, что ощущение, что уже давно все вместе, вот, я, наверное, просто начну с того, как вообще случилось, да, то есть, такую небольшую предысторию, почему я вообще здесь сижу, и как так вообще в жизни сложилось, да, что я вообще начал рисовать, то, что это в какой-то степени, на самом деле, раскрывает вообще всю историю темы, да, лекции, и почему именно вот такой вопрос, как мотивация, да, и творчество, да, и как они вообще взаимосвязаны, и, собственно, рисовать я начал в 97-м году, я приехал, откуда-то приехал, и поехал в какой-то другой район, я жил тогда в Москве еще, и первый раз увидел на стене рисунок, и для меня это был реально какой-то шок, потому что ничего подобного я не видел до этого, да, и точно так же, наверное, как люди сейчас вот видят это впервые, да, вот в таком большом формате, тогда это было что-то, как бы, абсолютно другое, вот, тем не менее, меня это очень вдохновило, я находил там близлежащие подобные какие-то рисунки, начал их фотографировать, собирать какие-то работы, ну, все, в принципе, как у всех, вот, тогда не было, ну, очень медленно был какой-то интернет, это, опять же, не у всех, и основное наше общение вообще среди графитчиков, оно было в каких-то фестивалях там и тогда, не было никого там, ни мобильных телефонов, там домашних, там были такие, там, пейджеры, я помню, вот, и были фестивали, был такой фестиваль, например, у нас кафе, он проходил каждые, каждые выходные, там, в общем, зимой это было, и там было, даже если минус 30, все равно народ приезжал, потому что, ну, это была единственная, на самом деле, возможность встретиться, да, вы видите вообще в глаза, те, кто этим уже занимаются, и все приходили там со своими эскизами, там, крутые всякие дядьки, типа, там, была такая команда в БФГ тогда, это, там, Шаман был, Тор, Айра был, практически никто из них сейчас не рисует, да, вот, из той волны до сих пор рисует только Костя Змок, вот, то есть тот, кто реально сейчас, как бы, остается, остается на волне, да, Кирилл, кто тогда тоже активно очень рисовал, именно, тогда зачем, да, у него, тогда зачем еще, да, зачем, да, зачем, тогда он, на самом деле уже тогда он был таким уже специфическим человеком, в общем, рисовали все, русскую тогда была такая тоже знаменитая, знаменитая команда, в общем, все очень плотно общались, и были также еще тогда разделения, там, на бомберов и райтеров, то есть, там, кто-то, кто быстрее, там, нарисовал, да, и забирал больше краски и убегал, из тех, кто сидели там, дольше все это вырисовывали, вот, и я начал общаться чуть попозже уже с ребятами, которые рисуют на поездах, вот, и начал рисовать на электричках, на улице, вообще в очень большом количестве, и так как техника уже была такая, ну, как бы, я уже мог быстро рисовать, и, то есть, за, то есть, мы когда ходили рисовать, ну, на поездах, то есть, все рисовали, там, один рисунок, я рисовал, там, три, или больше даже, то есть, один раз мы пошли рисовать, и, в общем, мы сделали, по-моему, кусков по-семь, короче, с парнем писать, мы были маленькие, ну, то есть, как бы, и куски были не очень большие, но, имеется в виду, что тогда отношение было абсолютно другое, и все действительно делали, делали какие-то свои вещи, да, не было, не было такого переизбытка информации, то есть, все журналы, там, все какие-то связи, фестиваль, говорю, были, на вес реально, на вес золота, а можно, я эпизодически буду, там, я и кто-то спрашивается, уточняйте, потому что, ребята, к примеру, они могут не понять термина кусок, что рисунок, фрагмент стены, да, то есть, ты рисуешь там, и, в принципе, в то время, как и сейчас, да, граффити, оно ассоциируется с именем, то есть, все приходили, писали свое имя, да, все выбирали какой-то свой псевдоним, вот, и его, там, чем больше, тем, чем быстрее, там, чем, там, красивее, да, одновременно, ты рисовал, тем, соответственно, ты становился в этой среде уважаемым, да, вот, и все это происходило достаточно долго, потом появился интернет, появилась хорошая краска, со временем появилось там большое количество фестивалей, какие-то приезжали иностранцы, причем иностранцы все время, приезжая в Москву и в Россию, были постоянно в шоке от, вообще, от нашей, там, системы, да, от, ну, вообще, как мы живем там, что мы рисуем, как мы рисуем, как мы, с учетом того, что все были достаточно молодые еще, ну, то есть, это было, не знаю, где-то 17-18, там, 20, да, то есть, и у нас, на самом деле, была очень такая крепкая семья, то есть, мы очень много времени проводили вместе, и здорово, что тогда, то есть, чтобы что-то нарисовать, тебе нужно было ехать на электричке за город, проводить, там, с этими людьми всю ночь, общаться тоже, хочешь, не хочешь, да, то есть, и все, действительно, как бы, ну, дружили, да, все узнавали друг друга, и были разные всякие ситуации непростые, да, и все какие-то проявляли свои разные качества, вот, то есть, сейчас уже происходит немножко по-другому, все едут на машинах, быстро там все что-то происходит, на тачках уезжают, утром звонишь другому человеку, говоришь, сфотографируй мне, там, мой, мой рисунок, спокойно, если спишь, да, а тогда могли потратить очень долго времени на то, чтобы еще найти эту электричку, там, или, ну, то есть, ее поймать, вообще, да, то есть, она, там, как она, куда там едет. А в чем эстетика, вот, или ощущение, вот, рисование на электричках, конкретно, в такой распространенной, или есть? Ну, это такая романтика своеобразная, то есть, ехать куда-то на ночь, и, на самом деле, то, что ты должен нарисовать на электричке, там, за, там, от пяти, там, до, не знаю, до часу, грубо говоря, времени, да, у тебя уже, как бы, весь твой навык, он, так, сужается и сконцентрируется, да, то есть, тебе действительно нужно, как бы, быстро, ясно все сделать, да, все четко, без всяких, вот, и, как раз, на самом деле, рисование на стенах, простое, то есть, то, что я до этого много рисовал, как бы, райтинга, да, то есть, всякие красивые, красивые себе штучки, это позволило, то есть, я мог за, там, у нас, как бы, были моменты, когда я мог, там, за пять минут нарисовать, там, тринадцатью цветами что-то, все это нормально еще, ну, как бы, имел какую-то форму, да, все, и все было прям, вот, чик-чик, а-та-та-бэ, да, это, это, на самом деле, опять же, мне со временем дало какие-то, ну, не навыки, а, ну, приятие тех людей, которые вообще не принимали, допустим, райтинг или, ну, одну из сторон, да, то есть, то, что было действительно такое, там, я рисую только на поездах, там, только для себя, там, и только вот в такой форме, да, другие рисовали только на стенках, там, и никогда, ничего, там, нигде, никогда, там, не подъехали на улице, да, и такие были немного, ну, разные две тусовки. Можно расшифровать подробнее эту классификацию райтинга? Райтинг – это все, что сделано, как бы, более-менее легально, ну, то есть, на улице, там, какие-то большие форматы, просто какие-то стенки, да, или, там, по договоренности, там, и так, ну, все, что легально, официально, да, официально, да, описать глагол английского, ну, да, вот, а бомбинг, соответственно, это все, что нелегально, ну, это, если грубо, да, потому что куча народу, которые делают невероятно прекрасные какие-то вещи, они все равно в какой-то степени рисуют нелегально, ну, в плане, они могут выйти, да, что-то, там, вдохновить, там, они сделали, то, что, на самом деле, в этом-то и есть, ну, определенный вкус вот этой культуры, да, что нету никаких, на самом деле, четких границ и направлений, то есть, когда мы, когда мы начинали, они, в принципе, были, потому что, ну, тогда и не было такого быстрого развития, то есть, все более-менее в мире, в целом, было похоже, да, примерно какое-то одно направление. Как только появился интернет, как только появился такой широкий доступ к информации, то люди, там, с Австралии посмотрели, что делают, там, в Швеции, что делают, там, в Германии, и так далее, и так далее, там, Нью-Йорк, да, и в каждой стране есть очень четкие свои какие-то стилистические особенности, просто, ну, я не знаю, из-за, не знаю, менталитета людей, какой-то, медленный, быстрый, экспрессивный, там, и так далее. Есть реально очень такие крупные тренды, да, и тенденции, вообще, вот, там, немецкий, немецкий стиль, это 100% узнаваем, да, они, у них все четкое, у них все очень композиционно правильно сделано, да, а те же, там, шведы, там, Стокгольм какой-нибудь, да, у них настолько, ну, как бы, нестандартные формы, просто, ну, как бы, в букв, да, к примеру, то, что, ну, думаешь, люди там вообще какие-то сумасшедшие, а для них это нормально, да, для них это, ну, абсолютно естественные, приемлемые какие-то вещи. И вот, когда ты понимаешь, что, наблюдая за всем этим, что есть и такое, и такое, и такое, то ты понимаешь, что за всем, как бы, за какими-то трендами, да, бегать бессмысленно, потому что их столько, да, и что невозможно взять оттуда то, оттуда то, оттуда то, и чтобы это имело какую-то нормальную форму, да, и ты, естественно, расслабляешься, потому что тебе уже не нужно, за кем бегать, ты понимаешь, что все эти разные стили и так далее, это как раз и богатство, да, вообще нашего потенциала, то, что мы все можем делать абсолютно разные вещи, они, как бы, имеют место быть, да. А Россия какой-то свой самобытный почерк успела не сформировать? К этому времени? Ну, к сегодняшнему дню. К сегодняшнему дню, я думаю, да. У нас очень много людей имеют реально мировой уровень, то есть, я считаю, и люди, которые приезжают к нам на фестивали, они, как бы, очень ценят и такую, как бы, обособленность в своем роде, потому что, на самом деле, все, кто сейчас, ну, такие знаменитые, да, и весомые какие-то фигуры, они выросли все равно, как бы, в своем городе, в своем соку варились, то есть, это неизмежно было, просто Европа, она общалась, да, там, с собой, там, с Америкой, там, и так далее, то есть, а в России росли, и сейчас они действительно, то есть, их узнают, да, и, то есть, вот сейчас мы были в Красноярске, например, приезжали два француза, ну, то есть, на самом деле, трудно, трудно вам понять, да, в плане их-то имен и так далее, ну, в общем, очень классные ребята приезжали. Зояр приезжал, это французский граффитчик, да, и Вельвет, это, вот, у них команда есть, они сейчас одни из самых популярных в граффити, граффити тусовки, и, на самом деле, они очень отличаются от такого классического понимания, да, они действительно очень много работают там с формами, с дизайном, короче, вот, и приезжал еще, уже дядя такой, сет, он очень специфический человек, сам по себе, немец, вот, и он, на самом деле, выработал такой стиль, который, как бы, сейчас очень многие тоже используют, просто используют, да, то есть, и какую-то технологию, ну, как бы, ну, технологии, там, вид, вид просто картинки в целом, да, он не использует там ни контуров, ничего, у него такие абстрактные какие-то формы, там, играет очень с цветом интересным, ну, в общем, ребята приезжали в Красноярск, мы там делали стенку, и они, когда увидели работы наши, ну, то есть, участников, да, кто там был, и то, что там было нарисовано, они говорят, нифига себе вообще, то есть, они, уважаемые люди, там, Европе, там, вообще, по всему миру, да, они приезжают в Россию, думают, что тут у нас какие-то, ну, не знаю, что они думали, да, тем не менее, для них, мы потом разговаривали, они говорят, это был один из самых, одна из самых худших поездок, просто потому что, ну, это действительно что-то новое, да, то есть, русские в Европу ездят еще, там, более-менее, там, понятно, да, но когда европейцы приезжают, там, в Красноярск, в Сибирь, да, то для них это действительно уникальный опыт, да, они очень, очень были довольны. После этого поменялось абсолютно все мое мировоззрение, все мое восприятие вообще творчества, там, жизни в целом, да, то есть, как это, как это может быть, как это должно быть. Очень много времени я там провел, то есть, я там был с подругой, и остальное время все я проводил наедине, много читал, много рисовал, начал писать музыку, там, в тот период, вот, и... Затем начал делать, ну, как бы, такие работы, которые, ну, как, как мне кажется, да, мало-мало кто, мало кто в России делал, просто мог действительно взять какую-нибудь огромную стенку, там, закрасили очень много, ну, то есть, очень много оставлял пространства, очень много... Какие-то, опять же, техники, техники были другие, и... То есть, это более, более какие-то абстрактные ничего принимать формы, более, опять же, большие, большие поверхности, и также мы начали в Сибири много путешествовать все вместе, то есть, там, пять городов, например, собирались, то есть, люди из пяти городов, и мы ехали сначала в один, потом в другой, потом в третий, там все вместе рисовали какую-то большую, большую стенку, вот, и там был фестиваль как раз Paint Methods, это такой уникальный, я считаю, вообще, проект был, пять или шесть городов, как бы участники из пяти или шести городов, в каждом из городов, там, раз месяцев три, по-моему, мы организовывали мероприятие, у нас была краска, и мы все приезжали и делали какую-то огромную, как бы, по тем временам, как бы, стенку, да, привозили иностранцев на это дело, то есть, так, это выборочно, то есть, там, каких-нибудь людей, с которыми, которых мы, на которых мы в детстве там смотрели, да, то есть, появилась возможность их взять, перевести, да, и получить, как бы, познакомиться с ними, и получить весь этот опыт, да, дорогостоящий, долговременный, вот, вот, я встретился там с определенной философией, которая мне, которая мне подходила, и, собственно, после этого я два года путешествую уже без, вообще, без остановок, и больше месяца нигде не нахожусь, там, ни в каком, ни в каком городе, то есть, у меня какая-то работа по всему, там, по всей стране, в принципе, нет необходимости жить в одном месте, да, все, чем, все, что я делаю, это, как бы, приносит мне или деньги, или какое-то удовлетворение в каких-то проектов непосредственно интересных, да, вот, я нигде не работаю, то есть, мне сейчас 27 лет, ниже жены у меня тоже нет, детей тоже нет, вот, и, собственно, как бы, к чему я это все веду, да, может быть, это, конечно, не показатель, что у меня нет жизни, но, тем не менее, или там, или работы, да, или так, или чего-то еще, или там, квартиры, вот, но, на самом деле, то, чем я занимаюсь, оно для очень многих людей является вдохновением, и тот образ жизни, и стиль жизни, который я веду, для очень многих людей, он такой неприемлен, тире шокирующий, да, потому, что у всех у нас есть свои какие-то ценности, да, жизненные, там, разные, разные у всех, но, когда происходит так, что ты видишь, что люди живут абсолютно счастливо, без каких-то условностей, разных, да, абсолютно, абсолютно разных, там, не знаю, хороших, в скобочке, там, нехороших, вот, когда ты просто понимаешь, что нам нет вообще необходимости, на самом деле, цепляться за какие, за любые абсолютно условности, да, то мы понимаем, что, ну, я, по крайней мере, понимаю, что можно делать то, что ты хочешь, и это будет приносить пользу, и это будет радостно, и это позволит, как бы, ну, позволит делать действительно абсолютно все. Вот, и у меня были периоды, когда я думал, что граффити – это абсолютно какая-то, ну, бездумная какая-то идея, да, абсолютно эгоистическая, потому что ее основа, она, как бы, она все равно строится на принципе, то, что ты пишешь что-то, ассоциируешь, с этим очень сильно связываешь себя, да, ассоциируешь себя с этим, и потом это, как бы, своего рода становится привычкой, то есть, что ты имеешь какой-то еще один, ну, как бы, еще одну сферу в жизни, куда ты, как бы, ну, сливаешь энергию своим образом, да, потому что порой граффити – это не только что-то хорошее, в том плане, что не только позволяет что-то делать, но с другой стороны может приносить какие-то проблемы, да, и, если брать искусство в целом, и вообще вот этот творческий аспект нашей жизни, да, который на самом деле не является чем-то уникальным и чем-то связанным только с каким-то особенным типом людей, там специальным и так далее. Вот. Я хочу сказать просто о том, что все наши, ну, вся наша активность вообще в жизни, она может быть направлена таким образом, чтобы мы, ну, как бы, чтобы мы не абсолютно, чтобы мы не чувствовали вообще никакого, никакого дискомфорта в жизни, никакой, не знаю, бессмысленности, да, или никакого, никакой там натужности, вот, то есть творчество для меня – это, во-первых, способ, способ заработать деньги, чтобы потратить их таким образом, который я хочу, да, то есть мне не нужно ходить на работу каждый день, мне не нужно, как бы, иметь какой-то график, из-за которого я не могу никуда не уехать, там, ничего, то есть для меня… Свобода от общественных рамок? Социальных? Ну, я даже не могу, на самом деле, это сравнить, потому что вот я даже не могу представить себе, как это каждый день ходить на работу и не иметь возможности что-то сделать, что ты хочешь, ну, то есть вот настолько быть, ну, как бы, зажатым, да, я понимаю, что это нормально, но принять это, ну, то есть, как бы, действительно принять это и порадоваться, да, за это, я не могу, я понимаю, что это определенного рода стабильность тоже, да, но, если подумать по поводу того, зачем мы ходим на работу, и что мы получаем взамен, да, взамен нашего времени, потому что на самом деле время, это является, время является самым, самым, как бы, самой ценной энергией, да, как раз, о чем мы изначально хотели, ну, как бы, я хотел там говорить, то есть не все, как бы, не все осознают то, что делаю какую-либо работу или прося кого-то о чем-то, то есть или, там, рисую для кого-то что-то, да, получая за это деньги или не получая, мы все расходуем самые главные, как бы, такой ресурс, ресурс, да, это время. И если немножко вот так вот отстраниться от привычной нам вот беготни, да, то, что нам нужны деньги, нам нужно там то-то-то, социальных каких-то аспектов, чуть-чуть отстраниться и понять, что, как бы, за нашу жизнь отвечаем полностью, только мы. И за все наши решения, как бы, результаты получаем только мы. И, если это действительно, если это действительно понять, да, то, что, на самом деле, даже если нас, как бы, на нас очень сильно давят извне, да, какими-то аспектами, там, социальными и так далее, и так далее, отвечать будем только мы за это. То есть, и когда, допустим, у меня мама говорит, что нужно идти, там, работай, да, там, постоянно, или, там, нужно думать о будущем, или нужно думать, там, о семье и так далее, я это понимаю. Но я и говорю, мама, ну, а жить-то, как бы, ты вот от меня что-то хочешь, да, то есть, чтобы я что-то делал, но как бы, дашь ли ты мне гарантию, что от этих действий жизнь моя станет счастливой? Вот, и, естественно, мама не может дать никаких гарантий по этому поводу. Вот, поэтому я говорю, ну, тогда, как бы, радуйся, да, если ты можешь тем, от того, чем я занимаюсь, да. Скажи, ты счастлив ведь? Ну, я на самом деле счастлив, не просто от того, что я рисую, а вот самой ситуации, да, в которой я, в которой я оказался. И то, что на самом деле у меня нету, нету необходимости поступать как-то иначе. И нету никаких реально сильных, сильных, как бы, давлений, которые принуждают меня делать как ты иначе, да. Соответственно, из этой ситуации я начинаю думать. если в моей жизни сложилось так, что я могу делать, я могу заниматься любимым делом, да, я могу тратить это время, да, как хочу. И также, если на самом деле еще несколько вещей вспомнить, например, по поводу того, что действительно, вот это время, оно сейчас есть, да, какое-то, но никто не знает, сколько этого времени у нас там в дальнейшем находится, да, приоритеты, которые каждый человек себе сам выбирает, да, для меня они немного, ну, там смещены, смещены, даже на самом деле не в творческую, не в творческую плоскость, а на самом деле обращены к изучению вообще процесса восприятия мира, да, потому что то, как мы переживаем мир, это лишь наш взгляд, то есть наш взгляд, он определяет абсолютно все, то есть даже на, даже мы сейчас сидим все, все здесь, но мы, если потом выйти и спросить каждого, а что там было, да, все видят абсолютно, абсолютно свои вещи, хотя, как бы условия вроде кажутся одинаковые, точно так же и условия жизни, да, они нам кажутся, как бы, протоптанные уже, понятные и очевидные, что мы должны действовать, там, так-то, 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 вот, но если опять же на историю посмотреть, то никто из нас не избежал смерти, никто, как бы, мало кто из нас достигли такого состояния, когда они с легкостью могли справляться с любыми жизненными ситуациями и трудностями, да, и на самом деле изучение, как бы, ну, изучение себя, изучение вообще способа восприятия мира, да, и вообще, как люди взаимодействуют, и то, как это творчество, да, так называемое, происходит, откуда оно происходит, откуда вообще берется это вдохновение, откуда берутся эти образы, которые мы рисуем, да, как они влияют на людей, не влияют на людей, как люди их воспринимают вообще с другой стороны, это на самом деле такая сфера, которая, ну, как бы, намного, на самом деле, шире и важнее, нежели копание в каких-то эстетических, тонких вещах, вот, с моей точки зрения, копание в эстетических, тонких вещах, или споры о том, как можно там зарабатывать, там, искусством или нельзя, потому что, на самом деле, все эти вещи, они настолько, ну, настолько непостоянны, что, относиться к серьезно, к ним, я просто, ну, я просто не могу, даже несмотря на то, что, это такая большая сфера, большая, как бы, индустрия, да, действительно много в ней вдохновения, потому что люди, люди, когда видят что-то, ну, там, яркое, цветное, какие-то концептуальные вещи, опять же, даже форма и цвет, даже на психологию, имеют глубочайшее воздействие, но, несмотря на все это, то, что это так завораживает и так вдохновляет, возбуждает и, вот, заставляет просто, порой, переживать очень интересные состояния, да, во время творчества, или когда ты видишь что-то действительно мощное, да, или когда мы слышим музыку, это тоже, это, на самом деле, очень похожие аспекты, но музыка немножко, немножко другое, все, что мы переживаем, все, что для нас является вдохновением, да, с моей точки зрения, оно должно нас вдохновлять не, как бы не на то, чтобы мы тоже пытались создать что-то подобное, и, как бы, в этой же сфере копали, чтобы у нас было, на самом деле, энергии и вдохновение просто жить, ну, то есть, в жизни, да, то есть, чтобы мы смогли, вместо того, чтобы, ну, пример такой, да, если человек идет, ночью там рисовать на поездах, а там, мама, например, от этого там сильно переживает, какие-то конфликты возникают, да, соответственно, творчество уже становится, как, не, не вдохновением, каким-то препятствием, да, и тут вопрос, как бы, что ты ставишь на передний план, да, какие-то нахождения, там, взаимоотношения вообще с людьми, да, с любыми, не обязательно только, там, с родителями, или, вот, следование своему, как бы, творческому какому-то позыву, необходимости, там, экспрессии, и так далее, и наблюдение просто за тем, как люди создают, как люди, чем люди вдохновляются, вообще сам принцип, принцип вообще творчества, он на самом деле, очень простой и понятный, если у вас все хорошо, то вы будете творить, если у вас все очень плохо, то это, в принципе, тоже возможно, чтобы это был такой, как бы, такая тропинка, через которую вы можете, там, себя как-то поднаправить, и опять, опять вдохнуть, опять вдохнуть, и жить дальше, да. А есть состояние, при котором творчество вообще невозможно? Есть, конечно, какая-то депрессия, затянувшаяся. На самом деле, нам не хочется, ну, как бы, у нас нету вдохновения творить, когда наш ум, он на чем-то за, ну, как бы, цепляется за что-то, да, то есть какая-то, какая-то проблема у нас появляется, или там кто-то что-то сказал, не то, что нам хотелось слышать, или кто-то что-то сделал не так, или мы очень много каких-то своих страхов там переживаем, и так далее. И в этот момент творчество невозможно, потому что на самом деле все творчество, оно происходит в вот этом свежем, здесь сейчас, да, в свежем моменте, потому что концептуальное творчество, ну, то есть, которые мы вымучиваем, выдумываем, простраиваем, выстраиваем, оно работает, но оно работает точно на таком же концептуальном уровне, то есть, ты видишь там какие-то формы, буквы и так далее. Но когда это идет, ну, как экспрессионизм, да, он был очень понятен, потому что он был эмоционален. То есть, на самом деле, у многих людей творчество ассоциируется с каким-то, с энергетическим каким-то выплеском, да, но это не всегда так. На самом деле, с моей точки зрения, творчество, оно, мне бы хотелось, чтобы оно было полезно людям именно на практическом уровне, в том плане, чтобы они могли какие-то идеи подчеркнуть ясные, да, то есть, не на уровне эмоций, цвета и так далее, а видя что-то на улице, они могли, грубо говоря, с какими-то своими цепляниями и жизненными трудностями, да, они смогли посмотреть на них по-другому. Порой это очень трудно, что это уже на уровне тонких концепций, каких-то в отношении вообще всех явлений, да, и вот так сказать человеку, чтобы он понял, что, да, можно расслабиться. Для меня вот это творчество, оно наиболее ценно, потому что оно конкретно решает наши проблемы. Мне бы, мне бы, ну, то есть, я сейчас вот так смотрю на это, и на самом деле уже давно я смотрю, но в таком ключе, да, то есть, я стараюсь определенный опыт, который у меня появляется, его стараться передать. И весь процесс, который у меня сейчас проходит, он как раз похож на изучение алфавита, да, или изучение, там, какого-то языка. то есть, потому что просто так, как бы, не познав проблем людей, да, не познав, как бы, каких-то их сложностей, на своем примере, в первую очередь, да, не разобравшись с этим, с этим, да, никакой помощи другим, как бы, ну, она не, она, как бы, будет малоэффективна. То есть, когда мы больше понимаем, как вообще устроен он, то есть, почему у людей вообще возникают какие-то, там, те же депрессии, да, сложности, и неспособность творить, зажатость, там, страх, гнев, там, и так далее, и так далее, вот, когда ты начинаешь понимать, как это устроено, то ты понимаешь, как это разве, как это развязывать, да, и уже применяя, как раз, технику, да, которая нарабатывается годами, да, то есть, все, на самом деле, все художественные приемы, все, там, фишки, все, какие-то современные, как бы, языки, технологии, трафареты, что угодно, живопись, холсты, там, или какие-то гигантские, там, фасады, да, то, то есть, для меня творчество, оно должно, то есть, когда я говорю должно, это я имею ввиду, в первую очередь, как бы себя только, потому что я это вижу, я вижу там, оно должно быть практично, то есть, если оно является просто каким-то, абстрактные, абстрактные вещи, просто, которые, ну, как бы нас порадовало, ну, и мы об этом забыли, да, это точно так же, как, не знаю, любая психология, или любые какие-то способы, работать, ну, как бы, работать со своими состояниями, если они не практичны, то есть, если это остается какой-то философией, да, или какой-то абстрактной, какой-то идеей, если это нельзя пережить на своем опыте, и, как бы, ощутить, да, это бессмысленно, ну, с моей точки зрения, можно вопрос? А, даже два, но у нас был обелен творчественной мотивации, и у меня вот в этой связи вопрос вот какой, а что мотивирует, или, может быть, даже проще, что первично в твоем сегодняшнем состоянии, и что подстегивает, не творчество, которым ты занимаешься, а вот это состояние расслабленности, или, вот это расслабленное состояние, в котором ты оказался, ну, насколько я понимаю, внутри себя, освободив от каких-то, якорей социальных, там, ну, кто-то эти якоря может назвать, там, ответственностью, кто-то может назвать, это, там, привычкой и закрытостью, ну, вот из этих двух, из двух вот этих вот явлений, которые в тебе есть, что больше мотивирует другое, что, что вот является ведомым, а что ведущим? на самом деле, как бы, причиной, по которой я езжу в разные города и рисую, это люди, это является, вообще, первопричиной, первопричиной, потому что, на самом деле, благодаря творчеству, если проследить просто, ну, то есть, если отследить жизненную историю, да, благодаря творчеству, я попал в Красноярск, там, как бы, познакомился с, как бы, с девушкой, и так далее, и так далее, и так далее, и просто, то, с чем я, что случилось, как бы, в Омске со мной, я понимаю, что, если бы я не рисовал, даже, как бы, я к этому хорошо, или плохо, не относимся, если бы просто этого не было, то, ну, как бы, непонятно, через, ну, как бы, в каких условиях я бы оказался, да, и, то есть, я больше, чем уверен, что это, опять же, результат моих собственных действий, желаний, предыдущих, да, чтобы это было той, той сферой, благодаря которой, я мог общаться с людьми, и создавать связь, с людьми. То есть, я это вижу, вот так, никак, ну, как бы, никак иначе, просто сейчас это, из какого-то, ремесла и, ну, как бы, и главной направленности моей жизни, как вот раньше, как у меня в детстве, да, было, то есть, я это рисовал, и для меня это было, в принципе, все. То есть, это было, очень большая, очень большая часть жизни, вот, а со временем я понял, что это не может, просто творчество самого себя, оно не может быть целью, ну, ну, как бы, потому что, цель, цель, она должна быть, во-первых, реально достижима, во-вторых, она должна быть, ну, как бы, должны быть какие-то, как бы, инструменты, то есть, для ценки, то есть, методы, чтобы ее достичь, да, и, соответственно, то есть, есть А, Б и С, вот, если, если у нас стоит в жизни такая цель, которая имеет, ну, ну, как бы, не имеет убедительности, в плане веса, то есть, типа, я, моя, для кого-то, накопить на машину, это цель жизни, да, или построить дом, цель жизни, да, кто-то мечтает там объехать всю, не знаю, всю планету, там, посмотреть, там, вот, но для меня цель, она должна быть, ну, в моем понимании, она должна быть, действительно, весомой, то есть, это не просто, там, хочу стать самым знаменитым художником, да, в моем понимании, чтобы жизнь имела смысл, чтобы жизнь имела, как бы, вес, да, и силу, это должно быть, что-то очень сильное, очень, очень, очень ценное. Как, что, ну, для себя, я понимаю, что, я, я вижу, что потенциал, который вообще у людей есть, он намного больше, чем, как бы, чем мы вообще себе отдаем отчет, и, вот, раскрытие этого, раскрытие вообще этого потенциала, для меня, в окружающих, в себе, в окружающих, это взаимо, это, на самом деле, взаимозависимая, как бы, вещь, это, на самом деле, связано с мотивацией тоже, потому что, невозможно, отстраниться от всех, вот сейчас, да, на данный момент, и сказать, что все, вот это хорошо, это плохо, это мое, это не мое, я, типа, нашел, да, там, что-то, и все, и, и через это, через это, познать, там, себя, да, или, целостно переживать, такое невозможно, потому что, как только мы в нашей жизни что-то исключаем, говорим, что нет, нет этого, этого нет, тогда мы просто, ну, закрываем глаза на, как бы, вещи, с которыми нам реально нужно работать, в которые нужно, наоборот, иметь смелость и силу посмотреть, потому что, все, что мы переживаем, оно от нас никаким образом вообще не отделимо, ну, не отделимо, и когда мы в своем, ну, там, в уме, или там, в мире, да, мы что-то выбрасываем, или, не способны что-то принять, или там, злимся, или боимся, или просто интуитивно избегаем каких-то вещей, это просто наши, как бы, наши старые привычки, которые, как бы, мы закрывались, 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 это перешло на уровень уже подсознания, на уровень, как бы, интуитивных вещей, которые мы просто не переносим, на самом деле, если вы в жизни, ну, есть на есть на самом деле хороший способ если вы чего-то чего-то боитесь то это надо сделать непосредственно у вас со временем появится уверенность то что вот это какая-то проблема да так называемый какой-то там сложный человек или какая-то сложная ситуация на самом она на самом деле растворяется сама по себе как только вы ее принимаете как только вы приняли что-то что вам не нравится это значит что все то есть как бы причина которая является исходной исходным вот этим сырьем да вы с ним сейчас только вы его переживаете как только вы понимаете что да это все мое тогда уже у вас нет нету необходимости засевать опять же те же те же семена до которые вас приведут опять потом к этой ситуации поэтому надо со всякими трудными вещами работы достал и по поводу по поводу целей по поводу вообще зачем зачем нужно творчество тоже по творчеству я имею ввиду создание музыки рисование любые какие-то на самом деле даже на научные там исследования это тоже это такой поиск да когда во что-то настолько сильно вдохновляет и вот ваш ваши способности ваши какие-то предпосылки они как раз и перетягивает вам к вам именно то что с чем что и нужно брать дальше вот эти лопата вот это она к вам и не сама и притягивается да и там все инструменты они у нас уже есть да именно с ними нужно прокапывать вот этот туннель у всех по-разному складывается я понимаю что моя ситуация она очень такая может быть даже мягко потому что ну вот так вот так сложилось и я понимаю что если я не буду вот в такой прекрасной ситуации действительно как бы копать дальше до копать глубже то ну тогда какой какой вообще смысл если ну грубо говоря если ты видишь город и мы приехали забраться на городу нужно забраться на гору потому что это именно такая то есть гора для того чтобы не забираться если может так ну то есть все жизненные условия они как раз для они сто процентов для нашей ситуации это сто процентов наши и сто процентов нужно как бы туда и прыгать вот именно в этого в этой надо прыгать и как раз когда мы в это прыгаем то в любую нашу какую-то активность сто процентов туда из этого рождается очень много самом деле ясности вообще в плане того куда дальше двигаться потому что если мы не знаем чем вообще в жизни заниматься то со времени вот эта привычка что мы не берем что-то и не доводим до конца она просто превращается в лень в лень и в тупость то есть то что мы не можем не можем как бы взяться и доделать что-то и потом ты просто на интуитивном уровне будешь думать что чтобы к тебе не пришло а ну это я не смогу это я не доделать то есть то есть это уже будет на уровне привычек и поэтому творчество она как бы с творчеством я я через это и работают и у меня был период например когда я не делал вообще никаких эскизов приходил к стене я абсолютно не ну как бы ничего не загадывал там ничего не не фантазировал там в умении представляла мне как ничего не настраивался то есть это просто конкретный вот этот момент когда ты приходишь у тебя есть там какое-то количество краски и вот на самом деле в эти моменты когда она просто вот рождается из из ситуации переживания вот этого переживания создания таких работ они на эмоциональном уровне в невероятное количество раз превосходит да превосходит когда ты при вас превосходит подход который ты все отрисовываешь знаешь что там баба 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 ты приходит и делаешь ну опять же это не всегда потому что иногда уже действительно все сделать сто процентов так как было задумано это как раз на уровне вот концептуальных вещей то есть если у тебя действительно какая-то очень ясная идея ты и ясно представляешь что ясно можешь адресовать перенести сделать то есть это мне кажется тоже работает но вот это вот из творчества и здесь сейчас в моем понимании она намного более жизненно потому что люди которые вокруг какая-то атмосфера там природа там что вот все все что мы переживаем в этот момент она полностью отзеркаливает то есть вот это вот эти рисунки они на самом деле полностью зеркало как нашего состояния именно в этом месте может если вы приходите с готовой штукой да то не факт что это не факт что это сработает именно на уровне как бы отзывы от людей ну и просто среди да а мне можешь еще вопрос не прошу прощения что задаю зиму интересно я знаю что ты холсты пишешь а есть что-то на стене такое что ты не можешь сделать на холсте или в обратную сторону как вот это вот соседствует одно с другим на самом деле то что рождается до для холстов она там это становится только если это направлено к людям если это направлено во вне до любой же творчество больше творческий на сами творчество наступает когда мы перестаем отождествляться себя отождествлять себя со своими какими-то мыслями которым мы постоянно варимся в своих каких-то опять же страхах и так далее вот прекрасный тоже пример если сейчас мы на пять минут 5 намного минуту просто помолчим да и попробуем просто по приду пребывать в пространстве и каждый из нас может легко проследить какие у него какое состояние состояние ума да и куда он куда он начинает в какую сторону двигаться до начинать какие-то в прошлое что-то пережевывать там или будущее подкармливать там чем-то и на самом деле вот порой с музыкой да с музыка можно кстати по и про музыку поговорить потому что это очень интересный аспект то что пишу музыку тоже вот и вот в эти вот моменты когда ты здесь сейчас создаешь что-то люди когда с этим сталкиваются вполне возможно что у них будет такое вдохновение когда они то есть такое как бы переизбыток всех каких хороших впечатлений то есть у них может быть с утра там что-то хорошее случилось днем хорошее что-то случилось там еще 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 условия какие-то сошлись да ничего не раздражает и тут бах там еще какая-то музыка что-то нарисовано и это не в том что типа там раскаифоваться да именно из вот этого состояния на полной листи произрастает произрастает то что мы отпускаем все наши страхи отпускаем выпускаем все что нас тревожит вообще и начинаем постепенно переживать миг и чем больше мы сможем чем больше мы можем вообще покоиться в состоянии когда что-то приходит до мысль какая-то и мы понимаем что сушен это же мысль да и она же ее нигде нельзя вообще не потрогать и я абсолютно бессмысленно просто из этого рождаются такие сильные привычки хотя на самом деле ни одна из этих привычек не является постоянно ни одна из этих привычек не является чем-то фундаментальным что всегда есть было и будет если мы то если мы способны это состояние удерживать здесь сейчас да то ни одна из каких-то параноидальных мыслей или каких-то неправильных суждения о мире и о людях в первую очередь о том что кто-то в чем-то виноват в моих проблемах там или кто-то нам козел полный или там что угодно все эти вещи они просто возвращают как капля она возвращается туда же откуда откуда и пришла да и вот когда мы переживаем больше больше такого состояния тогда мы постоянно открыты и все наше творчество и все наши вообще в жизни активность она действительно становится просто просто как подарок нам потому что мы уже переживаем все и состоит из наполненности да и людям которые это видят они понимают что прям действительно можно вообще расслабиться вот другой вопрос как как это состояние достижать то что мы понимаем что хорошо быть хорошими людьми и плохо быть плохими людьми никому не приятно переживать какие-то неприятные вещи да и это очевидно можно посылка мимо то ли меня ренант сказали слов философии не исходя как объяснить свои понятия в плане того что вы или свободный художник как варясь допустим да как свободный художник правильно не хотите ходить на работу я для начальника ваши там человеческие деньги допустим может быть на самом деле трудоголик в поле степени это я говорю как о свободном человеке да потом как вы говорите о целях допустим я не понимаю цели у как-то творческого человека да я тоже не понимаю у творческого человека целей нет но вы говорите о цели каких-то жить мы с вами понимаем что цели вот сейчас вот когда там есть у тебя цель это продукт менеджмента и управления понимаете 70 года была у нас цель построить коммунист потом 90-х годах как раз пришел когда значит люди внушают что такое нужна тебе цель чтобы достичь какого-то результата а вот для творческого человека зачем она вообще зачем они зачем творческому человеку а я могу сказать то что на самом деле говорю творчество она не рождается из того из будущего и она не рождается из прошлого и она не имеет цели потому что цель это значит что вы сейчас не удовлетворены тем что происходит и ваша цель она стоит где-то в будущем точечкой того куда вы стремитесь попасть и куда вы прилагаете все свои действия правильно жить как раз том-то и дело что жить нужно сейчас просто ваша цель то есть как которую вы все строить в будущее дали которые как вы выразились коммунизм там договорю или там сейчас или или сейчас то что нам постоянно там с телевизора отовсюду говорят что вам для счастья нужно то 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 и тогда возьмите кредит это на самом атрибут это я прекрасно понимаю что в нашем обществе да вот это давление но настолько сильно то что у людей даже не возникает идея о том что вот эта цель которую все которые многие люди стремятся заработать денег хорошо жить и тогда обеспечить себя на самом деле вполне нормально и ничего в этом такого нету то что все хотят кушать да все хотят комфортно принять ванну они в лужах там купаться не внесут просто вот эта цель она постоянно в будущем какую какую то есть любая цель которая настроена где-то там в будущем она никогда вы никогда не достигнете лишь просто просто потому что будущее вообще какое-то абстрактное абстрактное а я не говорю что цель на на самом деле цель она рождается из самой жизни она она и рождается из вот этих моментов потому что нету голове идеи что нужно стать каким-то там художником или нужно там что-то продать или нужно вдохновить вообще весь мир там на чтобы все чтобы все у нас были творческие там и так далее такого нет просто моя ситуация она именно такова что все что в ней происходит она как бы имеет такого ну как бы самораскрытия да и когда мне мама спракнул как бы спрашивает а что ты будешь делать там через пять лет да или там тебе нужно думать о будущем что у тебя там будут дети жена и так далее да я это прекрасно понимаю но опять же повторюсь как и как и как и как и маме я говорю да можешь ли ты или вы можете спросить любого из за как бы из тех кто вам предлагает подобную цель какую-то да можешь ли ты гарантировать что это цель является является той конечной точкой достигнув которую ты будешь переживать счастье и никуда она не денется если мне кто-то скажет что когда то есть если мне кто-то скажет что достигнув вот чего-то такого каким-то внешним образом то есть материал материально то есть там сделав то-то то-то столько-то раз или там нарисовав тысячу там их-то картин да или там что-то такое если это будет если это будет правда да если будет хоть один пример кто достиг этого состояния ну как бы сделают и достиг такого состояния когда может больше ничего не нужно когда он уже полностью вообще удовлетворен жизнью просто учиться счастье то я скажу классно давайте но пока как бы из тех предложений которые есть да даже в творче даже в творческом плане куча примеров куча прекрасных людей которые действительно настолько сильно держится за творчество то есть за за то чем они живут да что никому не приходит так бы что не приходит голову что это не постоянные вещи и они этим пользуются они это этим радуются и это на самом деле прекрасно просто помимо этого есть есть как бы много чего еще то есть просто когда человек даже творческий он очень у него узкий взгляд на вещь это 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 просто жизнь до которой прожита даже в самом прекрасно даже самый прекрасный творческий человек если он не да если он не достиг я буду как бы говорить как 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 есть да какие если он не достиг состояние которое не меняется которые из которого не выпадает они грудь там про от и дыра и просто реально в жизни состоит как бы состояние переживать там люди именно работают с качеством то есть сейчас вот ребята ездили у нас в водивосток делали проекты и рассказываю что у них там нереально на несколько лет вперед по поводу оформления фасадов там проекте да они идут и у них там есть люди их которые связаны тоже которые молодые да они связаны с с администрацией ну то есть они там кто-то там представлен да и они просто через них делать свои проекты и они действительно интересные сильные в плане картинки поэтому сейчас вся двину как бы вся движуха есть помимо таких проект помимо конкретных вот визуальных есть тот же красноярск например сейчас летом будет у них там лагерь художник ну типа под под красноярском лагерь там около 30 художников и там идет больше как бы общение до обмен опытом какой-то то есть вот таком и это самое очень здорово потому что прийти нарисовать вместе уйти как бы это одно на пожить там неделю все вместе что-то рисовать пообщаться это имеет намного больше большую отдачу поэтому мне кажется вот как раз подобные проекты стоят образовательные до образовательного типа и на какую-то практическую художественную как практически то есть что-то рисовать но абсолютно конту в другом контексте до чтобы люди которые там рисуют граффити они могли прийти про тебя абсолютно другую сфере может быть их там это попрет да они там начнут мозаикой заниматься и ну и как бы станут там невероятно талантливым если брать есть какие у нас отдачи есть финансовые отдачи да потому что вы стали лучше рисовать лучше проекты вас там замечают вас зовут там туда 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 есть отдача конечно человеческая когда ты тебя говорят спасибо и не просто спасибо а когда вот так когда люди вдохновляются то есть человек не рисовал там никогда и раз начали сам и дизайнерское оформление зданий в таком канал естественно это разные вещи пригласили раз вы украсили хозяин хочет розовый а понять только закончили что там было я знаю термии там у них длинные истории прекрасный проект был я не знаю расскажите как-то любовь к искусству это тем самым издражительным непосредственно картинка которая не к этому параме картинка у нас полигра краски в жизни полная очень тяжело человеку поэтому как бы есть трудности художников как бы найти идею которая была будет идея фикс там например этого времени чтобы там зацепило да вот как раз это тот и вопрос то что если вы являетесь исполнителем то для вас как бы важно просто технически все все это умеет а если вы являетесь художником имею ввиду то что вы своей форме да вы не привязаны ни к чему то есть у вас нету нету никаких там четких направлений того что вы можете взять любой инструмент то есть любую там технику какую-то да и и что-то сказать такие таким способом вот мне кажется такие люди они не их не всегда понимают не всегда понимают просто потому что зачастую они чуть-чуть впереди да то есть именно в плане какой-то свободы и легкости потому что люди когда когда присыщена все то есть вы говорите да то что все все дизайнеры у нас по идее все есть это как раз бич времени то что у нас настолько все есть настолько все еще просто мы становимся как эти авто мы на автомате уже если нам если мы не увидим что-то абсолютно фантастические нереально что нам прям просто лазерные глаза то конечно мы не пойдем ни на какую выезд потому что чтобы пойти на выставку нужно во первых себя смысл мотивировать изнутри да и нужно иметь хотя бы способность не пробежать выставку вот так вот смотри да обязательно постоять хотя бы просто даже на физическом постоять в одном месте и посредоточиться по этому поводу то что наша как бы проблема то что мы не можем копать в одном месте наше время то что у нас настолько всего переизбыток настолько все есть настолько настолько информации много да поэтому как бы задача тех же там менеджеров и художников которые для которых это является ремеслом да то есть это их является ну заработком и так далее для них как раз нужно думать как как люди привлечь но опять же говорю это это вопрос цели до раскручивания вот это то есть мы 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 что делаем мы раскрукну вот эту идею о том что больше 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 даже не на уровне бы ты денег и еды на уровне даже информации да и на уровне всех наших изобретений там всех гаджетов там телефонов и так далее то есть мы мы все время по привычке хотим как бы еще 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 вместо того чтобы просто постараться расслабиться потому что вот это привычка тянуть что-то извне что нам кажется нас нас как бы сделать счастливым да то есть желание любое желание она происходит из состояния неудовлетворенности состояние как бы то что нам чего-то не хватает и когда это становится настолько могут бы столько есть то есть наше время как раз вот это вот это качество вот это энергия она является главным из нее на самом деле весь этот минут как бы весь мир из нее рождается в ней и находимся но вопрос в том что она по себе бесконечно то есть вы бесконечно можете придумывать 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 это все будет развиваться 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 и тем не менее все это вернется на как бы в круг